в этом части мы продолжаем работу заканчиваем ряд провязала 4 изнаночных петли последнего восьмого клина пятую шестую выполняю вместе изнаночные кромочную в конце ряда также выполняем изнаночные работу переворачиваем и сейчас по рисунку мы должны будем перейти на выполнение лицевой глади для этого кромочную петлю мы снимаем и в изнаночных рядах в лицевой глади все петли изнаночные и провязываем ряд изнаночных петель заканчиваем изнаночный ряд довязываем последние наши петли и кромочную в конце ряда выполняем изнаночной петлей работу мы переворачиваем и лицевом ряду мы снова будем с вами выполнять убавление мы вяжем ряды лицевую гладью лицевых рядах все петли лицевые сейчас кромочную мы снимаем в каждом клинышке у нас уже осталось по 5 петель провязываем 3 лицевых 1 2 3 4 5 петлю выполняем вместе лицевой за заднюю стенку выполнили убавление в первом клине далее 1 2 3 лицевая 2 клина 4 5 петлю провязываем вместе лицевой за заднюю стеночку и 1 2 3 петля 3 крен а 4 5 провязываем вместе лицевой за заднюю стенку и так далее 1 2 3 петли лицевая 4 3 на 4 5 петлю выполняем вместе лицевой петлей и так мы провязываем до конца ряда провязываем последний клин 3 лицевых я выполнила четвертую пятую петлю провязываем вместе лицевой как и ранее заканчиваем ряд кромочной выполняя ее изнаночной ряд закончили работу переворачиваем в изнаночном ряду вяжем по рисунку кромочную снимаю и все петли выполняем изнаночными так до конца ряда заканчиваем изнаночный ряд кромочную выполняем изнаночные работу переворачиваем в лицевом ряду мы сейчас с вами будем выполнять убавление а также переход на ряды изнаночной глади кромочную петлю мы снимаем сейчас у нас уже в каждом клине осталось по 4 петли провязываем 2 изнаночных первая вторая затем третью и четвертую изнаночную петлю петлю клина мы переснимаем таким образом меняем положение долек как и ранее выполняем третью и четвертую вместе изнаночной у нас в клинышке осталось 3 петли далее провязываем первую и вторую петли изнаночными во втором клине третью и четвертую мы переснимаем и провязываем вместе изнаночной затем в третьем клине первая вторая изнаночные третью и четвертую петлю провязываем вместе изнаночной точно также в четвертом клине первую вторую петлю провязываем изнаночными третью и четвертую захватывая заднюю стеночку меняем положение стенок провязываем вместе изнаночной петлей и так мы выполняем до конца ряда заканчиваем ряд и выполняем последнее убавление первых 2 изнаночных последнем клине я провязала третью и четвертую мы провязываем вместе изнаночной петлей и и заканчиваем ряд кромочной работу мы переворачиваем и в изнаночном ряду вяжем по рисунку кромочную снимаем далее все петли провязываем лицевыми я напомню что в каждом клине у нас уже осталось по 3 петли провязываем лицевыми до конца ряда заканчиваем изнаночный ряд довязываем 2 лицевых и кромочную в конце выполняем изнаночной петлей работу переворачиваем на лицевую сторону и продолжаем вязать с убавлениями у нас в каждом клинышке осталось по 3 петли сейчас кромочную я снимаю и мы должны провязать следующим образом 1 изнаночная следующую вторую третью петлю в каждом клине провязываем вместе изнаночной петлей и у нас остается в каждом клине по 2 петли убавление в первом клине мы выполнили теперь во втором 3 петли 2 клина провязываем 1 изнаночная 2 3 петлю провязываем вместе изнаночной во втором клине осталось 2 петли снова 1 изнаночная 2 и 3 петля 3 клина вместе изнаночной и осталось снова 2 петли в третьем клине. Затем 1 изнаночная и 2 3 петля 4 клина также вместе изнаночной. И так до конца ряда. Мы заканчиваем лицевой ряд и осталось выполнить еще одно убавление. Одну изнаночную в восьмом клине я выполнила и осталось провязать вторую и третью петлю вместе изнаночной. Кромочную в конце ряда провязываем изнаночные. Работу мы переворачиваем и сейчас мы снова переходим на ряды лицевой глади. Кромочную петлю мы снимаем, то есть мы не забываем о нашем рисунке чередования трех рядов изнаночной и лицевой глади. И провязываем в лицевой глади по изнаночной стороне все петли изнаночные. Ряд изнаночных петель. В каждом клине у нас осталось уже по две петли. Провязываем изнаночными до конца ряда. Довязываем ряд до конца, выполняя изнаночные петли. Кромочную в конце ряда выполняем также изнаночные. Работу переворачиваем и сейчас мы выполняем последнее убавление. Кромочную петлю снимаем. В каждом клине у нас осталось по две петли и мы будем их провязывать по две вместе. Первая и вторая петля первого клина провязываем вместе лицевой за заднюю стенку. Провязали. Следующие две петли это две петли второго клина. Их точно так же провязываем вместе. Затем следующие две петли вместе лицевой. Затем следующие две петли. Затем петли пятого клина. Раз, два, три, четыре, пять. Все верно. Пятого клина. Затем шестого, седьмого. И осталось две петли. Мы их провязываем точно так же вместе лицевыми. Лицевой за заднюю стенку. Кромочную в конце ряда мы провязываем изнаночной. У нас было в полотне восемьдесят две петли. Из них первая и последняя кромочная петли. В каждом клине мы выполняли убавление от десяти петли до одной. Сейчас у нас осталось по одной петле с каждого клина. Работу мы переворачиваем и провязываем в изнаночном ряду все эти петли изнаночными. Кромочную снимаем и провязываем по одной петле с каждого клина оставшиеся изнаночными. Кромочную в конце ряда выполняем изнаночные. Работу мы с вами закончили. Сейчас необходимо будет обрезать рабочую ниточку и собрать оставшиеся наши петли и выполнить шов шапочки. Мы оставили длинную ниточку для того чтобы хватило нам сшить нашу шапочку. И теперь оставшиеся петли мы не закрываем, а переснимаем на иголочку. То есть у нас небольшое количество петель. Мы их пересняли на иголочку и втягиваем рабочую нить в наши петли. Это макушечка нашей шапочки. Вот хорошо видно. И для того чтобы уплотнить само полотно пройдемся по этим петлям еще раз. Хорошо подтягиваем. Давайте посмотрим на само полотно. Вот так выглядит наше донышко. Мы его еще не сшили. Такими зигзагами ложится полотно в местах убавлений. Это у нас лицевая сторона полотна. Так как мы чередовали ряды лицевой и изнаночной глади, одинаково красиво смотрится наша шапочка с изнаночной стороны. То есть эта сторона также может быть лицевой в вашем изделии. Макушечка у нас будет тогда изнаночной. Мы все-таки оставим лицевую сторону вот такой. И сейчас нам необходимо будет сшить наше изделие. Сейчас я подхвачу вот эту кромочную петлю. Прошивать мы будем следующим образом. Мы должны будем ввести иголочку захватив не саму кромочную петлю, а перемычку за петлей и стянуть. Затем на противоположной стороне тоже самое. Захватываем и подтягиваем. Теперь снова на противоположной стороне. Вот таким образом захватываем и подтягиваем. Следим за тем, чтобы у нас совпадали ряды изнаночной глади и лицевой. Так мы с вами прошиваем по всей высоте шапочки. А там где у нас ровная часть шапочки, вот здесь, выполняя шов, я сразу буду пришивать наши декоративные пухоли. Работу мы закончили. Мы выполнили шов и пришили декоративные наши пуговички. Вот так выглядит наше основное полотно шапочки. Вот наше донышко. С изнаночной стороны наше изделие выглядит тоже аккуратно, красиво. Вот так выглядит шов. Сейчас мы проверим ширину и высоту нашей шапочки. Ширина нашей шапочки в сложенном виде 25 сантиметров. Но полотно очень хорошо тянется, поэтому данная шапочка подойдет на объем головы от 54 до 58 сантиметров. Высота вот от макушечки до низа 22 сантиметра. Сегодня мы с вами научились вязать вот такую замечательную шапочку. Саму работу мы условно разделили на две части. Сначала мы выполнили основное полотно нашей шапочки поперечным вязанием. Мы вязали ряды изнаночной и лицевой гладью с чередованием. Затем мы с вами выполнили донышко. При этом мы выполняли убавления в каждом лицевом ряду, в каждом клиночке. Но продолжили работу чередованием нашего узора, основного полотна. Получилось вот такое замечательное изделие. Можно носить шапочку вот с отворотиком, как я одела. Можно носить вот просто. И данное изделие подойдет на объем головы от 54 до 58 сантиметров. Желаю вам творческих успехов! Субтитры состоит! Следующий день у вас. Возвращение к коржам. Продолжение следует...